...открытой, то уже она одновременно рукой в скайпе не будет работать на две программы. Древнадь Тихонович, всё, мы видим вас. Так, слушайте, сейчас, подождите. У меня маленькая новинка получилась разговаривать, которая атеист безбожный. Помог мне сегодня в этом деле отсутствующий Сергей Павлович Пупков. Я вот говорю с человеком, когда... Я говорю, скажи, вот слово «лицо», «лицо» к кому относится? Если мы сродни с всем животным, мы можем сказать, у слона лицо? Нет. У быка, у коровы лицо только у человека. Почему? И теперь, щело, мы не скажем, щело там где-то у кита, у барана, только у человека. Щело-век. То есть, человек, щело лбом, разумом, он должен направляться в вечность. Щело-век. А вот у животного морда, морда. И поэтому надевают намордник. Так и называется намордник, так продаётся. Не на лицевик какой-то, а намордник. То есть, это ещё одно из доказательств, что человек уникум, и он хозяин, лидер, владетель всего, что сотворил Бог. У него лицо и щело. Мы начинаем исследовать, и они ничего не могут ответить. А то у меня сегодня, ну, первый раз применил это с ними. Да. Но как сегодня-то было вообще? Попадались хорошие собеседники? Хорошие попадались, но маловато. Потому что всё идёт, чернота какая-то мелькает, ничего нет. У меня прошло минут, наверное, двадцать, ни одного человека нет. Глянут, он у меня видит только, я перекрещусь, он сразу кувырк, его как нету. Только перекрещусь вот так. Говорю, слава Иисусу Христу, он кувырк, его нету. А некоторые остались. И начал там говорить, там, я тогда ему, да сразу беру его так вот, подставляю, каран-то показать. Надо каран каждому достать, чтобы показать-то. Он, а я крещёный. Я говорю, тем более спросится с тебя. Хорошо время прошло, но маловато. Я не успеваю никак. Но потом я пришлю. Если у меня не будет хватать, я с утреннего могу взять. Потому что здесь у меня... Нет, нет, хватает. Наоборот, меньше надо, чтобы для ролика там много. Ну, я не знаю, если хватит, да хватит. Ну, в общем-то... Как качество нужно? Качество? Минут 25, например, у меня будет, наберётся. Некоторые небольшие. У меня тоже самое. 20 минут, 25 минут, ничего не было. Мелькает, мелькает просто один мусор. Да, да, да. А потом пошло и какие-то дети маленькие. И у них Библия дома есть. И сразу нормальный разговор. На ресурсы зашли, переслились. Потом следующий, ещё какой-то парень, что-то там кривлялся. Я ему божественную истину стал говорить. Он глаза так выпучил. Слушал, слушал. Минут 5 слушал. И поблагодарил. И всё, разошлись. Следующий тоже слушал, слушал. Поблагодарили, разошлись. Надо ещё найти нам, чтобы до 16-ти довести. Если мы 16 человек выйдем сразу, то у нас будет за воскресный день ролика 4. 5. Это будет очень сильный уже толчок. Притом видно по-разному, как мы говорим. И общее что-то есть. Ну что, всё-то да. Ну, общее. А. Вот я смотрю ваши ролики, смотрю, и у меня рефлекторно вылетает, потому что я уже насмотрелся. Раз. И то, что вы уже говорили, просто рефлексом. А я в интернете встречаю там мои афоризмы. Но сейчас-то люди пользуются. То в одном месте, то в другом. Тут один, интересно, вот так вот на днях. О, Игорь Тихонович, ой-ой-ой, да откуда вы? А я, наверное, посмотрел. Кто такой-то? Да я же казак. Казак. А он, мы были, наша ставка была первый год, когда далёко поехали. Шахты Ростовской области. И там нас принял Суворов. Батюшкин, друг священник Суворов. А это его родной брат. А это его племянники. Его сейчас избрали там атаманом. И вот он, разговаривали, мы с ним всё как... Я говорю, а мы каждый день о вас молимся, о всех помогавших нам. Вот даже сроду не подумал бы, что встретишь человека. А которые заходят сюда, то меня Тихоном назовут, то ещё как-то. Я говорю, да я ж подписан на ваш канал. Таких людей я могу назвать уже больше десяткой, которые здесь встретились. Я сегодня вот общался с человеком, он знает ваш канал, он говорит, жёсткий мужик, Игнать Тихо. Но я не любвист, по крайней мере, не любвист и не подкаблучник. Тогда был Степаненко здесь и говорит, настоящий мужик с большой буквы. А я никогда об этом не думаю. Я просто молюсь и по ходу гляжу, как с кем разговаривать. Если он начинает наглеть, я начинаю печатать тогда. Ну что, ребята, если ничего нету, расходим. Я жду от вас. Вы только, кто работает над какой папкой, не переходить на другую, пока эту не закончите. И обязательно, чтобы была прокладка. Хотя бы на меня что-то напишите, чтобы буквы были. Но с прежним не соединяйте вместе никак. Я не разберу тогда, что мне брать-то. Но я гляжу, тут сегодня еще двое там были. Расскажите, как кто еще сходил-то в жулетку? Так вы тогда увидите, когда будет. Вам будет видно? Нет, я другий спрашиваю. Я скажу, я читал слово Иоанна Златоуста на русском языке. Когда на воскресенье, на Пасху читают. Я читал так с поражением, и мне этого достаточно было. Два очень хороших беседы, две получил. Да, вот так. Я на американца попал. Это Анатолий. Да. Где-то полчаса разговаривали. Но в английском-то я так, более-менее. Вы их на наши ресурсы отсылайте. На наши ресурсы, чтобы, когда мы разойдемся, чтобы у него была пища. Вот вы здесь есть? Там вообще в чат-рулетке есть, куда текст можно скинуть, ссылки? Зачем? Я в скайпе вам скину. Конечно, есть. Я в скайпе скину вам. Есть, есть. Анатолий, есть там? Есть, но она пропадает, когда ты переходишь на другого. Да. А я, кажется, вообще не по той ссылке, что ли. Чат-рулет.ком. Наверное, точка ру надо, да? Почему у меня американец попал? Да, ты в другую попал. Чат-рулетку в другую. А их там 96, кажется. 96 было разных. А мы по-разному прошли. Япония, Гватемала, Аргентина, Испания, Израиль. Все одинаково. Те же самые люди. Блудилище. Огромное страшное блудилище. И все матершинники. Сквернословы. Но если Бога нет, то это Сатана полностью овладевает и языком, и глазами походливыми. И непрерывная ложь. Обман. Библия есть? Да, Библия есть. Я говорю, я уже знаю, где она у вас. А где она? У бабушки за стеной. Но бабушка спит, ее трогать нельзя. Засмеялся. А я так и хотел сказать, говорит. А она у Кураева на полочке стоит. И он ее только берет и целует. А одна другая говорит, у меня есть. Ну, покажи, она притащила, написано геометрия. Братья, я отхожу тогда. А мы не сегодня показали. А, ну все тогда. По делам расходимся. В шесть часов-то сейчас занятия будут. Помолимся. Помолимся. Поблагодарим. Обязательно. Пусть там Олег помолится. А ты не сиди, когда молятся-то. Все сидишь, как неговист. Виталий. Так я жду, кто будет-то. Да тебе еще кто-то? Ты стой уже. Что ты ложишься-то? Я сказал, а там Олег, кажется, бушил. А то пускай помолится. Нету. Там еще кто-то сегодня есть. Он в фуражке. Ну раз нету, тогда Анатолий, давай молись. Благодари. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благодарим Тебя, что Ты собрал нас в этот воскресный день. И что позволил нам благовестовать Слово Твое Святое не только на русском языке, но и на английском. Господи, Боже, позволь нам обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою, чтобы нам жить в согласии с Твоей волей, исполнять заповеди Твои святые и нести Слово Твое Святое всем людям, с кем мы встречаемся во всякое время и на всяком месте. Господи, Боже, хвала Тебе за все, что Ты приносишь каждый день. Ты учишь нас бесконечно, и нет конца Твоим благам. Господи, Боже, хвала Тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, если я не нужен, отхожу. Давайте, я жду от Вас новые вопросы-ответы. А Илья-то этот вещку топтый, куда делся, и нету. Нету пока ответа никакого от него. Ждем. Видишь, ждем. Вроде он вызывался. Вы говорили, что он очень желает, и что-то нету. Болеет или что? Отошел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...